всем привет меня зовут калинина татьяна я рада вас приветствовать на канале школы астрология швини сегодня у нас новое видео из серии ретроградные планеты сегодня мы с вами разбираемся с марсом что значит ретроградный марс сегодня я интересную тему затрону про изъяны и недостатки характера смотрите обязательно это видео до конца для того чтобы разобраться во всех этих философских вопросах и узнать наконец что такое ретроградный марс информация об этой теме очень мало она какая-то очень общая запоминается плохо потому что она не основана чаще всего на реальном опыте я не говорю про всех наверняка есть астрологи которые прекрасно разбираются в ретроградности но то что у нас попадает в топ яндекс и и гугла то есть там где пытаются люди разобраться которые изучают сами собственным умом и вот там все плохо и записываю это видео для того чтобы немножко поправить ситуацию какой эффект дает ретроградные планеты эффект ретроградности описан в видео внизу обязательно смотрите общее видео потому что там такие снова полагающие какие-то моменты и объяснение самой ретроградности что же это такое но я проскочу этот первый этап потому что видео про это есть если захотите посмотрите и сразу к марсу во-первых марс олицетворяет у нас способность бороться и наше поведение в ситуациях борьбы что это может быть за борьба это могут быть обвинения в ваш адрес со стороны других людей или это может быть ситуация преодоления какой-то трудности это может быть ситуация когда ты делаешь большой труд то есть много работы нужно сделать для достижения какого-то результата или это может быть болезнь которую нужно преодолеть и марс отвечает за все то как мы себя ведем как мы преодолеваем эти трудности вот в этих ситуациях борьбы. Когда Марс ретрограден, эта ретроградность дает перекос, какие-то недостатки в характере именно в отношении тех ситуаций, когда нужно проявить вот эту стойкость, мужество, храбрость, политкорректность, благородство, то есть преодолеть трудности, никого не убив, но и, с другой стороны, не потеряв свое лицо, свой статус. Ретроградный Марс говорит о недостатке храбрости, о недостатке умения идти вперед без страха. И вот здесь я хочу остановиться на понятии недостаток и изъян. Есть изъяны характера, а есть недостатки. Недостатки — это когда тебе недостает, то есть у тебя есть какое-то качество, но его недостаточно, нужно больше. Нужно больше для того, чтобы успешно преодолеть какие-то испытания в своей судьбе. Но в принципе это качество в какой-то степени в тебе есть. Изъян характера — это когда качества нету, то есть, например, изъян характера нет доброты. Например, возьмем какой-нибудь гороскоп-маньяк, И там мы увидим изъян, что нет доброты, нет способности выстроить отношения, ни капли, ни одного процента. Недостаток — это хотя бы когда есть какие-то проценты, когда ты в каких-то ситуациях, в принципе, выруливаешь и можешь сориентироваться, а в других не можешь, и у тебя там какой-то недостаток. И зачем я это говорю? Затем, что когда Марс в нормальных знаках Зодиака для себя, в дружественных, в экзальтации, в своих знаках, то это будет недостаток характера, недостаток храбрости, стойкости. Если это Марс в падении или Марс, который поражен еще и Сатурном, еще, например, на оси Раху-Кету, то это будет изъян характера, это гораздо более тяжелое поражение гороскопа. И ретроградность, в том числе и на нашем курсе, и в астрологии в целом, рассматривается как признак изъянов и недостатков характера, признаков проблемного гороскопа. Поэтому точно здесь есть какая-то проблема, но вот степень ее проявленности — все-таки это недостаток или это изъян? Все-таки эта планета поддержана другими какими-то факторами, может быть, аспектами добрых планет, может быть, знаком хорошим Зодиака, или она вообще разрушена, тогда это изъян. Поэтому ретроградный Марс может быть как и у человека робкого, который боится кого-то обидеть, и у какого-нибудь суперманьяка, который вообще режет, рубит всех, не знает никакой жалости. То есть тут количество извращенности зависит от общего состояния Марса. Что такое ретроградный Марс еще? Это недостаток настойчивости. Человек в ситуациях, когда нужно продвинуться вперед, преодолеть, достичь цели, превозмочь себя, он не может этого сделать по каким-то причинам. Куда он уйдет, зависит от знака Зодиака. Может быть, этот Марс находится в Деве, и тогда он будет закапываться в мелочах, стремиться к этой идеальности, и по сути сделает очень мало работы. Он, конечно, сделает его хорошо, но очень мало. Этого будет недостаточно для достижения цели. Может быть, этот Марс вовне, и тогда этот человек достигает своих целей, но разрушает все отношения, которые у него есть. То есть по пути к своей цели, размахивая шашкой, обижает одну половину, сворачивает другую половину, и потом остается один с этой целью. То есть тут как судьба повернет. Но так или иначе, это недостатки в том процессе, когда ты достигаешь своего, преодолеваешь что-то. Также Марс говорит о недостаточной устойчивости организма к болезням. Человек может быть болезненным, склонным к ипохондрии, то есть поиску у себя различных заболеваний. Он недостаточно стойкий. В те моменты, когда другие не простынут, этот человек будет болеть. Сто процентных трактовок не существует. То есть под это подходит большинство гороскопов. Если вы не болеете с ретроградным Марсом, я прошу вас, не надо мне писать, а у меня не сработало, потому что нету никогда нигде методов, которые работают на сто процентов. Ни в медицине, ни в политике, ни в чем. Ты можешь сделать одни и те же действия, один выздоровеет, второй умрет. Все. Что в психологическом смысле дает ретроградный Марс? Это могут быть проявления насилия, потому что Марс это все-таки у нас планета того, как мы можем контролировать свой гнев и как мы проявляем свой напор. И ретроградный Марс может давать манипуляции другими людьми, может давать открытое давление, оскорбление, какую-то агрессию. С другой стороны, если этот Марс, например, в весах, и он поддержан какими-то добрыми планетами, то агрессии и манипуляции могут быть скрытыми. Человек даже не поймет. В отношениях с людьми человек может либо перегибать палку, либо не догибать палку, когда нужно проявить храбрость, стойкость и напор. К сожалению, часто с ретроградным Марсом люди становятся абьюзерами, то есть людьми, которые давят на окружающих, оскорбляют, подавляют, подчиняют себе. Негармоничный Марс, вот такой, достаточно серьезно проявляется в гороскопе, достаточно обширно имеет влияние. Но если у вас ретроградный и слабый Марс не проявлены, непонятно, то ли усилен он, то ли поражен, то это наилучший вариант, потому что он будет слабый, но не сильный. И не сильно будет вредить. Но если он будет сильный и ретроградный, то он нарубит намного больше дров, потому что он будет очень сильный и дисгармоничный. Будет везде вставлять свои пять копеек, в каждой ситуации будет вас провоцировать гневаться, давить, видеть агрессию, видеть опасность и тому подобное. Поэтому вот те планеты, которые у нас не очень удачно расположены, лучше, чтобы они были какие-то такие средненькие, без ярких черт. Когда у них есть яркие черты, то, конечно, они более ярко проявят себя в вашей судьбе. Также, как любая ретроградная планета, периоды ретроградного Марса дают какие-то проблемы со здоровьем. Марс у нас в целом отвечает за голову, головой мозг, удары, травмы, резкие какие-то болезни, развивающиеся с высокой температурой, высокой интенсивностью, такие скоротечные болезни. А также это любые нарушения целостности телесной оболочки, то есть это может быть авария, травма, порез, сожог и тому подобные вещи. Все это связано с агрессией, насилием, то есть в целом какие-то несчастные случаи. И в периоды ретроградного Марса могут проявляться какие-то такие вещи. Вы не должны видеть в каждом периоде Марса период смерти, потому что все-таки, я напоминаю вам логику, каждый период содержит в себе под период каждой планеты. И наверняка, если вы дожили до возраста, вот сегодняшнего там 20, 25, 30, 35 лет, то вы уже раза три проживали под период Марса. И можете, конечно, посмотреть по своему гороскопу, когда у вас шла в имшоттере Даша Марса или под период Марса. Но если вы сейчас живы, смотрите это видео, значит в целом ничего такого ужасного там нет. Поэтому период ретроградного Марса может давать различные болезни. Те, которые я сказала, когда-то период Марса может убить. Но это всего лишь один раз. Бояться нечего. Таким был мой анализ ретроградного Марса. Оставайтесь на моем канале подольше, подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик. И оставайтесь со мной. У нас будет еще много интересных видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok